МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает вести Ульяновска. В студии Гульнара Шарипова. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятидесятиметровый триколор и больше сотни людей. Регион отмечает День государственного флага России. За празднованием не забывают и об обсуждении насущных вопросов хронико-традиционного штаба по комплексному развитию региона. От Казани до Ульяновска за 4 часа. Рассказываем, как планируют возрождать и развивать речное судоходство. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великий символ Великой Державы. В стране сегодня отмечается День государственного флага России. Праздник, который отображает всеобщее безоговорочное уважение и любовь к своему Великому Отечеству. О том, как прошло главное торжество триколора в регионе, Максим Бажанов. Белый, синий и красный цвета, которые занимают особое место в сердце каждого россиянина. Они означают чистоту, благородство и отвагу нашего Отечества. Сегодня все эти высокие качества триколора наполнили Соборную площадь. Здесь развернули 50-метровый великий символ страны. Я не первый год уже участвую. Для меня это очень значимо, ведь флаг России является одним из главных символов нашей страны. Огромный и необъятный флаг торжественно пронесли по эспланаде. От Соборной до площади Ленина. Его несли больше сотни людей. Все они буквально стали олицетворением объединяющей силы российского флага. Единство нашей страны. Славься страна, мы гордимся тобой. На площади Ленина всех участников праздника ждало главное событие этого дня. Церемония поднятия флага Российской Федерации. Ответственную миссию доверили Владимиру Верховодке, участнику СВО. Человеку, который сегодня делом борется за чистоту триколора. Под государственным флагом России мы защищаем свой суверенитет. Боремся за справедливость и равнобравие. Воспитываем уважение к истории. Под этим флагом мы стараемся жить и работать так, чтобы наши дети, внуки и правнуки гордились своими подшественниками. Пускай он вечно развивается на ветру и будет гордостью для всех россиян. Пусть наша страна процветает и с каждым днем становится сильнее, давая каждому понять, что наша держава могуча и крепка. Триколор, развивающийся в небе, красота, которую каждый видит и чувствует по-своему. Для Тимофея Грещука это воспоминания о погибшем друге на СВО, Владиславе Луконином. Однажды они вместе возносили флаг к небу. Для меня немножко это трепетный и памятный день, так как сказать, я ему выражаю дань памяти своему товарищу. Ну и не только ему, всем тем ребятам, которые сейчас выполняют специальные задачи в зоне специальной военной операции. Одно остается общим для всех. Поднятие государственного флага России, как и сам праздник, это чествование наших общих больших побед и достижений. Символ любви, мужества и смелости великой и непобедимой державы. Братских народов союз благопой. Максим Бажанов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. От межрегионального сотрудничества до жестких кадровых решений. Сегодня в стенах областной администрации прошло традиционное заседание штаба по комплексному развитию региона. Визит руководства Татарстана дал толчок развитию и без того крепкого сотрудничества между регионами. Впереди подобная встреча в Белоруссии, а также с коллегами из Кировской области. Работу по межрегиональной кооперации мы будем продолжать. В конечном счете это позволит нашим предприятиям получить дополнительные заказы, что влияет на загрузку производства и способствует повышению уровня жизни в регионе. Хочу отметить, что наш опыт с положительной стороны отмечен на федеральном уровне. Внимание региону со стороны федерального центра гарантировано в среду. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов примет участие в открытии Димитровградского лицея ядерных технологий. А инициированная на общероссийском уровне программа догазификации активно реализуется. На компенсацию льготникам при проведении «Голубого топлива в дом» в 2023-м выделено порядка 50 миллионов рублей. С 8 по 10 сентября ульяновцы выберут депутатов регионального парламента, а в Димитровграде и еще 20 муниципалитетах пройдут и местные выборы. Для прозрачности планируют использовать современные комплексы для голосования. Всего мы планируем использовать 140 таких комплексов. И скажу о том, что на 6-м Цельницком округе в городе на Ульяновске будет установлено 10 каибов. На территории Димитровграда на 8-м, 9-м избирательных округах будет задействовано 48 каибов. К руководству Ульяновска вопросы по уличному освещению в ночное время. И предложение рассмотреть вопрос об объединении предприятия «Горсвет» с Ульгэс с возможными жесткими кадровыми решениями. О спортивной отрасли региона они уже коснулись. Освобожден от занимаемой должности министр физической культуры и спорта Армелий Егоров. Отставка стала следствием допущенных управленческих ошибок при реализации нацпроекта «Спорт. Норма жизни», что нанесло ущерб бюджету. Мы заплатили с вами штраф. При этом Алексей Русских отметил, экс-министр Егоров останется в спортивной отрасли. Но в каком качестве пока не озвучено. Не был назван и преемник Армелия Евгеньевича в кресле министра. Игорь Кранцов, Юрий Давыдов, Вести Ульяновска. Будем снова ходить друг к другу по Волге. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал производителя «Метеоров» напрямую сотрудничать с регионами. А в Ульяновске из Казани на днях уже прибыло первое за многие десятилетия судно на реактивном двигателе. Губернатор Ульяновской области и глава Республики Татарстан с удовольствием устраиваются в уютных креслах новенького «Метеора», прибывшего из Казани в Ульяновск в день визита большой делегации. В настоящий момент мы с вами присутствуем на «Метеоре». 120 посадочных мест, 36 мест, 36 метров длина, 11 метров ширина, осадка 2,2. Крейсерская скорость «Метеора» 60 км в час. Маршрут от Казани до Ульяновска пройден за 4 часа. Такие прогулки по Волге планируют сделать регулярными. О том, что развивать водные перевозки пассажиров необходимо по всей стране, а тем более на Волге, говорили на выездном совещании Совета Государственной Думы в Нижегородской области. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал производителя «Метеоров» напрямую сотрудничать с регионами. У нас с вами на Волге, только на Волге, находятся 16 регионов. Вот каждый регион с удовольствием заказал 5-6 валдаев для того, чтобы внутри региона ослять перевозки, соединив областной центр с городами области. Важно, чтобы это предприятие стало поставлять суда для всех регионов Российской Федерации, которые ждут, когда появится у них возможность запустить речные пассажирские перевозки внутри региона. Ульяновская область договорилась с Республикой Татарстан о совместном субсидировании рейсов. Планируется, что по Волге добираться можно будет и в Самарскую область. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск. Я горжусь тобой, Россия. По таким названиям в Заволжском районе Ульяновска состоялась акция в честь Дня российского флага. Праздник новогородцам подарили местные байкеры, ночные волки, активисты «Единой России» и других общественных объединений. Когда еще выдастся возможность посидеть на сидении настоящего байка? Узнать, что дудка – это выхлопная труба на сленге байкеров, а в вилле – езда на заднем колесе. Кроме того, в их экипировку входят перчи, шлемак, куртень, мотоботы. Понравилось посидеть на мотоцикле, пофоткаться с папой, пофоткаться еще с самими мотоциклистами. Побольше бы таких праздников в нашем Заволжском районе. Все-таки иногда очень трудно выезжать куда-то далеко. Самое главное, чтобы детям нравилось. Участникам акции вручили ленточки с изображением российского триколора, порадовали ребятню сладостями, а также все собравшиеся здесь воссоздали флаг страны. Эта акция далеко не единственная у ночных волков. Во время ковида наши ребята сплотились вместе с другими волонтерами и развозили лекарства и продукты питания старикам и больным людям. Сначала специально военной операции «Ночные волки» также принимают участие в помощи наших ребятам на передовой и не забывают про их семьи. Мероприятие завершилось мотопробегом. Илла Шахова, Денис Миронов и Вести Ульяновск. В Ульяновске провели фестиваль воздушных шаров. Мероприятие также посвятили Дню государственного флага России. Интересно и то, что прошло оно в различных городских депутатских округах. Эти шары олицетворяли российский флаг. Их запуск должен был придать празднику особый шарм. В Засвиярском районе его провели в сквере Династии. И не случайно, ведь семья плюс флаг равно крепкому государству. Создавался этот парк, этот сквер силами жителей, мыслями жителей. И действительно, здесь очень приятно проводить и патриотические мероприятия, и с каждым годом все больше. Мы смотрим в будущее вместе с детьми, в будущее под флагом России. Концерт удался на славу. Самобытные коллективы настроили зрители на мажорный лад. Конструктором хорошего настроения стал также бархатный баритон. Без тебя мне счастья нет. Это вообще святой праздник. И воспитывает в нашей молодежи патриотические чувства. Какие праздники нужны? Виршество и у детей. У кого-то открылся талант в рисовании, а кто-то спешил на аквагрим. За озорной рожицей. Ну а закончила все раздачей сахарной ваты. Под новость, сквер Династию хотят развивать. Зону выгул собак, например, мы понимаем, что она на улице Самарской должна появиться. Это и зеленое ограждение по периметру, то есть это так называемая кустарниковая зона. На праздники подытожили один из этапов акции «Помоги собраться в школу». Городские депутаты подарили сертификаты детям из малообеспеченных семей. Праздник венчал флешмоб. Воздушные шары в виде российского флага запустили в небо. А так весело и с размахом отметили праздник в сквере Олимпийском. Его также приурочили ко дню флага. Это символ России, это флаг наш, где ребята на специальной военной операции под флагом России, ни шагу назад, стоять на сверху, стоять. Праздник ознаменовался забавными конкурсами, мастер-классами и концертом. Жители Левобережья узнали, что в сквере хотят разбить аллею славы. Эдуард Истомин, Александр Рассохин, Вести Ульяновска. На этом наш выпуск подошел к концу. Хорошего вам вечера и до новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от 4 до 9, в Ульяновске от 7 до 9 градусов. Завтра днем по области 19-24, в Ульяновске 21-23 градуса. В лесах области местами сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса. Субтитры подогнал «Симон»